Русские новости Революции в смысле социальном, потому что все к этому идет Катастрофа, в которой мы живем, хотя и стала привычной для многих, все-таки не позволяет выжить никому В том числе и тем, кто считает себя достаточно зажиточным или даже богатым Если превратиться в рантье, сбежать за рубеж, купить себе квартирку и доживать свои годы И то бандиты и там достанут, так называемая мафия найдет и найдет чем поживиться Ну, коль скоро рушится вся государственность, то, соответственно, кто выходит на первый план? Бандиты Вот одни бандиты сейчас управляют Российской Федерацией, а другие бандиты ждут, когда эта Федерация навернется Для того, чтобы навести свой порядок по своим понятиям или по своему беспределу Один беспредел сменить на другой Поэтому хотелось бы, чтобы власть все-таки была передана без скоропролития Шансы очень невелики, потому что вся эта шайка путинская совершенно сошла с ума И сам он, ну, совершенно уже сбрендил Я тут посмотрел совещание, которое вся эта кодла проводила по поводу развития транспортной сети, транспортной инфраструктуры Сидят уже геронтократы, уже они выглядят хуже, чем выглядело окружение Брежнева Вот такие сморщенные, сморчки такие сидят и что-то там гундосят Никаких шансов, чтобы эти люди вообще хоть что-нибудь сделали полезное для страны, просто нет Ну, ни одного шанса нет Поэтому, если снова будет Путин, ну, это катастрофа Просто надо будет тогда прекращать всякую политическую деятельность и ждать, когда все навернется само собой Потому что уже наших сил будет недостаточно, мы уже их не соберем Поэтому надо постараться сделать все именно сейчас Поэтому хотелось бы, чтобы и люди как-то подключались к проекту «Народный лидер» Чтобы сформировалось вот то теневое правительство, которое сейчас уже в значительной степени есть И заместить там две трети министерских постов сейчас мы можем в легкую Потому что все, кто там находится, это сугубые дилетанты и варьё То есть это люди абсолютно не ориентированные на получение какого-то позитивного результата Ну, разве что какие-то имитационные действия, имитационные слова на деле ничего Мы вот порадовались, что вроде как министром образования стала дама, которая что-то там может Ничего она не может, не хочет, только имитация И во всех остальных сферах абсолютно все то же самое Ну, Думу, как я уже говорил, можно на ключ закрыть И от этого не изменится ничего Вообще все так называемые представительные органы никак не воздействуют на ситуацию Ну, кроме как в худшую сторону, это они могут, да, какие-то лоббистские законы провести Все, конечно, нужно переводить в режим чрезвычайного положения Выпрямлять все то, что согнуто, перегибать в обратную сторону Исправлять все то, что накосячил Путин и его окружение И проводить кадровую революцию, сменять всех Ну, просто вот сменять, ну, по крайней мере, всю верхушку надо сменять немедленно А всех остальных тестировать на профессиональную пригодность Ну, потому что 90% тех, кто назначается сейчас даже уже на маленькие должности Это люди абсолютно ни к чему не пригодные Вот мы столкнулись тут с Черниковым, который сидит как глава департамента Министр московского правительства Какого черта их всех министрами называют? Да, члена московской администрации Или там члена московского правительства Ну, какого черта их министрами называть? Ну, вот так они себе придумали, неважно Вот господин Черников у нас занимается безопасностью и коррупцией Вот я думаю, что все делает прямо наоборот И поэтому ему в легкую запрещать нам митинги, шествия И давать указания на задержание одиночных пикетов и так далее И так далее Все это абсолютные враги наши Абсолютные наши враги То есть там нет ни тени какого-то позитива Вот этот человек, ну, представляете себе В 1994 году вдруг стал полковником В 30 лет полковник Представьте себе Это если он где-то там лет в 25 должен был бы закончить академию И ему звание каждый год, что ли, присваивалось И так до полковника добежал И вроде бы карьера просто феноменальная Но тут он спрыгивает с этой карьеры и уходит в бизнес И, как в биографии сказано, занимался частным предпринимательством Из частного предпринимательства вдруг в счетную палату С какого перепугу? Он что там в пользу государства что-нибудь в частном предпринимательстве предпринимал? Конечно нет, все это вранье И, естественно, не говорится, где он служил, за что он получал там какие-то свои звания Где он работал, в каких фирмах, каким частным предпринимательством он занимался Какие дела он вел в счетной палате, как инспектор счетной палаты Это крупная должность И очень серьезная и требующая хорошей подготовки Которой, конечно, у этого человека просто не было Потом глава счетной палаты С какого перепугу глава счетной палаты, там не поработав двух-трех лет А потом на московскую Ниву И здесь каких должностей только этот человек не занимал Он и комитет по межнациональным отношениям или по национальной политике возглавлял И московскими средствами массовой информации занимался Теперь вот он, оказывается, специалист по безопасности и коррупции Ну, коррупционер и ворюга Других я характеристик просто не вижу Они должны даваться, в общем, каждому чиновнику Но это Черникова я хотел бы запомнить Просто как такую абсолютно негодяйскую бумажку мы получили из мэрии Москвы Мы написали вице-мэру Горбенко, ну, тоже негодяю, раз последнему Ну, так, шанс ему дали, описали ему ситуацию О том, что постоянные запреты на митинги идут Ну, вместо того, чтобы самому отвечать, как положено, по закону Есть закон такой о порядке работы с обращениями граждан Вместо этого он сбросил Черникову своему такому подчиненному Вот вице-мэр с какого-то перепугу Горбенко бросает Черникову И тот присылает ответ Ну, совершенно подлый ответ Под копирку написано, я думаю, что он никогда его и не читал Подмахнул то, что писал его заместитель Олейник Вот три подлеца такая Иерархия подлецов Вертикаль, негодяйство Все, конечно, это надо уничтожать Просто каленым железом выжигать вот всю эту нечисть Которую Путин и Собянин в Москве, Лужков до него Натащили на все государственные должности Конечно, кадровая работа – это самое главное Вот мы этим и занимаемся Впервые, впервые оппозиция Национально-патриотическая, пролиберальная, я не говорю Это вообще не оппозиция, это просто кремлевский проект во всех измерениях Они на этом поле играют Поэтому и нас не пускают Потому что им трудно одновременно за национал-патриотов играть И они вообще просто не могут, потому что у них не выговариваются эти слова Они затевают какой-нибудь национал-патриотический проект Вроде партии Родина А он вдруг выскальзывает из рук Потому что они не знают, как его контролировать Национально-патриотические настроения сейчас охватывают большинство населения И начинает распухать эта структура Тогда ее только уничтожать Вот Родину уничтожили Сейчас насоздавали тоже таких фейковых патриотических партий Ну где они? Где там? Где там этот Стариков тоже куда-то слинял, исчез И тоже его там дискредитировали Специально там подставочку ему сделали Ну потому что все равно не получается Где патриотизм? Где русский национализм? Где вообще русский вопрос? Хоть как-то затрагивают Ну не получается у этих людей контролировать Поэтому только уничтожение А с либералами хорошо С либералами они готовы поделиться властью Либералы готовы их поддержать Как только им что-то обломится Все эти разговоры про борьбу с коррупцией Ну что Навальный все эти материалы собирал сам Сам запускал эти беспилотники Сам эти фильмы монтировал Вранье все это Огромная команда действует Сливают информацию Сливают эти съемки Все под контролем Это управляемый хаос называется Вот туда нас тянут Мы впервые, можно сказать, за четверть века В течение которого я занимаюсь политикой Впервые выдвигается альтернативное правительство Чтобы сменить всех этих там Медведевых, Шохиных, Дворковичей, Кириенок И прочую сволочь Вот весь этот конгломерат сволочи На лопату и в топку Надо это сделать Поэтому началось такое собрание И не так, чтобы мы сами себя там выдвигаем Это дело бессмысленное Ищем достойных людей Причем не по партийному признаку Вот наш, не наш А вот проявил себя человек Проявил себя человек Как волевая личность Как профессионал Ну это одно с другим Прочно связано И не был принят в этой системе Именно за то, что он профессионал И именно за то, что Он способен отстаивать свою точку зрения В общем-то национально-государственные интересы Когда мы с этими людьми собираемся Разных взглядов Есть взгляды противоположные Я рядом не сяду с некоторыми людьми Обсуждать что-то политическое Но в социально-экономическом аспекте Ну абсолютно все совпадает О чем бы мы ни говорили Все совпадает Если с коммунистом начать говорить О захоронении этих мощей Ленина Конечно он взорвется Нет сомнений Но в остальном Его рациональность может сохраниться Если он профессионал в своем деле То он готов будет отложить эти вопросы в сторону И заниматься ключевым вопросом Сносом и уничтожением олигархии Возвращением Возвращением суверенитета России И созданием перспектив Для восстановления исторической справедливости Воссоединения земель, народов И так далее В общем вещи достаточно очевидны Лишь бы здесь не было Вот этой политизации и партизации И мы надеемся, что не будет Я быстро прочитаю тех Кто уже вошел в команду Кто поддержан совещанием Национально-патриотических сил И чьи кандидатуры будут выдвинуты И наверняка будут поддержаны Съездом Национально-патриотических сил В конце октября Заодно от имени ПДС НПСР Рабочей группы, куда я вхожу От имени Русского национального фронта Я приглашаю Национально-патриотические организации Партии, движения Принять участие в этом съезде Объявить о своей готовности К поддержке проекта Народный лидер Может быть предложить своих народных лидеров На уровень теневого правительства Или на уровень народных губернаторов Или народных мэров, глав районов И так далее Приглашаем к этому Все время все говорят Давайте объединяться Да мы уже давно объединяемся Точнее мы уже давно объединили Сейчас продукт нашего объединения Это формирование Вот этого правительства Национальных интересов Народного правительства И выдвижения Народного кандидата На выборах В президенты Не пустят Нам скажут Ну вам не дадут Не пустят У них все схвачено Ну во-первых Не все схвачено Не обладают они будущим Наше будущее Мы определяем сами Готовы сопротивляться Этому воровскому режиму Значит будущее будет в наших руках Если они готовы Значит еще потянут Они какое-то время Все равно сдохнут Главное нам не сдохнуть Вместе с ними Поэтому надо сопротивляться Надо дергаться Вот состав Уже 24 24 человека Здесь Сначала идут у меня По алфавиту Написанные фамилии Не всех я их хорошо знаю Поэтому не буду Вот с кем лично встречался Того или о ком что-то знаю Немножко об этом скажу И потом еще Те три фамилии Которые к нам Присоединились Вот По алфавиту Алкснис Виктор Имонтович Депутат еще Тех лет Советской власти Бился со всей этой Нечистью антигосударственной Я его хорошо знаю По совместной деятельности В партии Родина Во фракции Извините не в партии Во фракции Родина Где он тоже Играл определенную роль И мы с ним вместе И в очень Непростых ситуациях Были в Аджарии В 2004 году Я полностью доверяю Этому человеку И я надеюсь Что Среди Граждан России Многие его помнят И тоже испытывают Нему доверие Барабаш Кирилл Владимирович Сидит в тюрьме За попытку Организации референдума С решением вопроса Об ответственности власти Скажем Проходит Период Дума Новая избирается И в момент голосования За новых депутатов Старым дается оценка Если оценка Позитивная В целом По стране Значит Поощрение этим людям Если негативная Значит В зависимости От степени негативности От порицания Политического порицания До запрета На профессии Запрета На участие В выборах И занятие Каких-то должностей И тюрьмы В конце концов Если это была Преступная Группировка Которая Пришла к власти Но сейчас Очевидно Если такой референдум Начать проводить Все они пойдут в тюрьму Поэтому Они предпочли Кирилла Барбаша И других Кто тоже вошел В этот список Мы их специально включили Предпочли их Посадить в тюрьму Далее Болдарев Юрий Юрьевич Тоже депутат Еще тех Российских Советских Социалистических Республик Вот тогда Еще тогда Себя проявил И в последующем Постоян Это был реальный Борис С коррупцией Это не какой-то там Навальный Вот реально За человеком Есть и дела Как Главы Контрольного управления Администрации Президента Он был Но оттуда Удален Именно по той причине Что Он тогда Еще за горлышко Пощупал Путина Об этом Мало кто знает Но это был Такой момент Когда Болдарев Подписал бумагу О том Что не использовать Путина Ни на каких Должностях До тех пор Пока не будет Приведено расследование По тем фактам Которые были Вскрыты Депутатами Санкт-Петербурга Ну видимо Поэтому с тех пор Его держали Так На дистанции От власти Он попал Еще тогда В счетную палату Поработал там Тоже там Начал накрывать Коррупционеров Неугоден Неугоден оказался Но угоден Нам Угоден нам Человек Который Заслуженно Пользуется Уважением Как со стороны Левых Так и со стороны Правых Фигура Несомненно Компромиссная Ждать от Юрия Юрьевича Каких-то Размахиваний Шашкой Невозможно Но может быть В этом И его ценность Что он Готов Организовать Диалог Тех Кто Идеологически Не совпадает Но может Совпасть Профессионально И вот в сфере Социально Экономической Достигнуть Определенного Компромисса Или там Речь уже не идет О компромиссе Достигнуть Того Чтобы действовать В рамках Единой программы Такая программа Была оглашена На Московском Экономическом Форуме И не вызвала Возражений Вызвала Некие поправки И большие Дополнения Которые каждый Может со своей Профессиональной Точки зрения Внести И вот с нашей стороны Со стороны Партии Великая Россия Мы тоже Внесли Свои предложения Но естественно Имеет смысл Их рассматривать Если сложится До конца И придет к власти Эта команда Пока Это только Взаимное информирование Если из этого Ничего не получится Ну действительно Надо тогда Оставлять политику Замирать Замораживать Все это И ждать того момента Когда уже Рухнет само Вот сейчас Мы должны Как вот Ницше писал Падающего толкни Падает этот Проклятый режим Надо толкнуть его Точнее Хорошего дать пинка Всем этим людям Которые там Как тараканы В щелях Забились Все Забили все поры Государственного аппарата Дальше следуем Грудинин Павел Николаевич Глава крупного Агрохолдинга Прекрасно выступает Много раз Видел его По телевидению Его выступление Очень толковый Профессионально подготовленный Человек Готовый Министр Сельского хозяйства Или даже Вице-премьер По сектору Который связан И с производством Продовольствия И оборудования Для сельхозработы Пищевой промышленности Он примет уже Окончательное решение Я надеюсь Что это решение Будет позитивное Ивашов Леонид Григорьевич Известный человек Геополитик Глава Академии Геополитики Генерал-лейтенант Интеллектуал Военный аналитик Заслуженный человек Хотя отношения К нему Различные Различные Есть и крайне Негативные отношения Ну как и к любому Из того Кто в этом списке Есть Можно предъявить Какие-то претензии Тем не менее Для нас Ивашов Ну некая такая Фигура Которая Сообщает Гражданам Гарантию Что здесь Не будет Каких-то Проходимцев Определенный Фильтр Такой Некоторые Отталкиваются От Ивашова Может быть И даже Это и хорошо Чтобы не было Такой конфликтности Человек тоже Достаточно Рассудительный И компромиссный Чтобы не размахивать Шашкой И чтобы люди Не разбежались Квачков Владимир Васильевич Все его знают Сидит в тюрьме Полковник Гру Заслуженный человек Награжденный Многими орденами Но самое главное Это Можно сказать Вот уже Готовая фигура Народного президента Очень хотелось бы Чтобы из тюрьмы Он сразу Прямо пересел В президентское кресло Но так не бывает Если нет Массового движения А его реально нет Мы это видим Вряд ли это возможно Но мы Хотели бы Чтобы Если Вот эта команда Придет к власти Владимира Васильевича Освободили И тут же бы он Из Мест заключения Переехал бы В министерский кабинет Какую-то Какую крупную Должность он займет Ну я думаю Что Под его руководство Должны сразу попасть Он хорошо знает Что там творится Служба исполнения Наказаний Минюст Прокуратура Он содержится Направим Соответствующие отношения Что Вот В теневом правительстве Квачков будет заниматься Вот этими вопросами И Я думаю Что это Воздействует На вот Негодяйскую структуру Которая Еще одно уголовное дело В этом сезоне Закончила Приговором Еще будет апелляция Я надеюсь О ней рассказать Поскольку приглашен Туда в качестве эксперта Если мне только дадут Выступить в Верховном суде Могут и не дать Следующий Отраковский Иван Александрович Мало может быть известный Но известен В православных кругах Герой войны В Чечне Кавалер Ордена Мужества И человек Который В каком-то смысле Провоцирует Активность Который Первым заявил Что он готов Выйти И как кандидатуру Президента Свою Свою личность Предложить Он вполне Рационально мыслит Он понимает Что лично Он Вряд ли Да не просто Вряд ли А в этом сезоне Уж точно Никак не Не подходит Даже в качестве Кандидата Тем не менее Это очень полезный Человек Именно своим Неравнодушием И своим рациональным Отношением К политическому Процессу Он тоже может Занять серьезную Должность В теневом правительстве А потом И в реальном правительстве Парфенов Валерий Николаевич Вместе с Кириллом Барбашом Сидит в тюрьме За попытку Организации референдума Вот наверное Он и должен Заняться Организацией референдума Об ответственности Той власти Той власти Которая будет Смещена И той Которая будет Приглашен Тоже Паршев Андрей Петрович Тоже Аналитик Интеллектуал Он пока еще Не дал своего согласия Но тем не менее Разговор с ним Произошел Достаточно позитивно Я думаю Что он присоединится К этой команде Рохлина Елена Львовна Дочка Известного Генерала Который Был Наемными Убийцами Уничтожен Как пишут Некоторые Кремлевские деятели Уж почти Не двусмысленно Что Путин К этому Имеет отношение Елена Львовна Известный Правозащитник Может быть Единственный Надежно Русский Патриотический Национальный Ваш покорный Слуга Здесь записан Серебряков Сергей Александрович О нем Я Ничего Сказать не могу Вот здесь Еще пропустил Эту фигуру Я не знаю Это вот Промышленники Которые Тоже Дали согласие Войти Баглаев Владимир Николаевич Серебряков Сергей Александрович Коломейцев Николай Васильевич Я его тоже Слабо знаю Но по Государственной Думе Знаю его выступление Он Состоит Во фракции КПРФ Но является Профессионалом В своем деле Поэтому и Приглашен сюда Вот из тех Кого я тоже Слабо знаю Это Соболев Виктор Иванович Тоже Член фракции КПРФ Но приглашен он Любим моего Не за это Как говорят В таких случаях Он возглавляет Движение В поддержку армии Как генерал-лейтенант Командующий армии В прошлом А сейчас Вот он выступил На заседании ПДСНПСР С очень здравой Четкой позицией И по отношению К военному строительству К ВПК И В целом К оборонной политике Он эту сферу Знает отлично И то что он говорил Абсолютно не вызывает Никаких возражений В том числе И по социально-экономической политике Все что им сказанное Ну для меня Лично Полностью Легло на душу Смолин Олег Николаевич Тоже из КПРФ Но это Специалист по образованию Человек достаточно известный Депутат уже многократный Надеюсь Ну по крайней мере Он дал согласие Участвовать во всем этом деле Надеюсь Что он внесет Тоже свою лепту Стрелков Игорь Иванович Не надо представлять Фигуры достаточно известны Филин Владимир Иванович Тоже не надо особенно представлять Это один из главных Организаторов Вообще всего этого процесса Серьезный орговик Который Может легко Без всяких проблем Управлять либо аппаратом президента Либо аппаратом правительства И думаю Что эта Должность Как раз Была бы Была бы по нему И вот Еще Подсоединились Тех Кого Поддержал Этот форум ПДС НПСР Семчера Василий Михайлович Это бывший глава Института статистики Главной структуры Которая Вообще сообщает Правду В правительственные круги Ну вот Он сказал Что Он уходил Не потому что Ему надоело врать Ему надоело Но устал бороться С бесконечным враньем Можно сказать Что сейчас Статистика Та которая публикуется Это сплошное вранье Сплошное вранье Иногда Конечно Правда проскальзывает Ну потому что Ну невозможно Уже до такой степени Врать Не может Рука у многих Не поднимается Писать фальшивые цифры Но в целом По крайней мере Путину докладывают Абсолютное вранье Он живет Как свинья в грязи В этом вранье Поэтому он ничего не понимает О том что творится в стране Как к нему относятся И кто он сам такой Ему-то как раз Вот с президентского кресла Прямо в психушку Вот туда А из мест заключения Как раз многим Политзаключенным Путь прямо На государственные должности Гундаров Игорь Алексеевич Это демограф Доктор Медицинских наук Человек ответственный Ученый И тоже рад его видеть Тем более что На заседании ПДСНПСР Он произнес Такую Развернутую речь Связанную с Русским народом С Теми требованиями Которые Мы должны предъявить Не только к действующей Власти Но и к будущей Для того чтобы Русский народ Все-таки Остановил Своё вымирание И правительство Ему в этом Всячески помогло И Кудрявый Виктор Васильевич Это бывший Заместитель Министра энергетики Который сражался Просто Как какой-то Древнегреческий Мифический герой С Чубайсом Стремился Не дать ему Разрушить Единую Энергетическую систему К сожалению Никто его не слушал Он потерпел поражение Ушел с должности И вот сейчас Настало время Как-то Вот таким людям Выйти из засады И засадить За решетку Людей Типа Чубайса И всей Вот этой кодлы Которая там Накопилась За время Правления Путина Вот этих людей Я считаю Что надо еще Конечно сюда Предъявляют Там нам Разумные претензии О том что слишком Мало молодых Ну где молодые Пусть они Проявятся Пусть они Хотя бы выразят Своё желание Участвовать В этом проекте Пусть здраво Оценят Свои способности На какую должность Вы готовы Претендовать Вот что вы Собираетесь делать Что вы умеете Не что вы знаете А вот что вы умеете Делать В какой области Вы являетесь Специалистом Есть ли у вас Опыт управления Есть ли у вас Ну хоть что-нибудь Чем вы могли бы Козырнуть И сказать Да я тоже Вот как народный лидер Готов в этом участвовать И кто-то должен Тоже поддержать Не просто так Вот человек с улицы Зашел и сказал Я хороший Ну хороший К тебе должно быть Какое-то доверие В определенном кругу Ну хоть в каком-то кругу Кто-то должен тебя поддержать Не ты сам Вот я такой хороший И даже готов быть президентом А кто-то тебя Готов на высокую Государственную должность Выдвинуть Вот закончив с этим Я еще скажу О книгах Которые Ну меня все время Спрашивают А вот что там Почитать Я все время Примерно один и тот же Список Называю Одних и тех же книг Которые рекомендую Для чтения И те книги Которые Я сам написал Вот у меня Некоторые остались Остатки тиражей Я о них и говорю Сейчас вот Заканчивается Книга Русская идеология Последние 20 где-то Примерно Экземпляров У меня осталось Если кто-то хочет Заказать Карточка Сбербанка 500 рублей И свой подробный адрес Я через почту Высылаю Пока ни одна книга Не потерялась Хотя почта Иногда работает плохо Вот Чтобы квитанцию Донести до почтового ящика Бывает иногда тяжело И бывают всякие Курьезы с этим Ну обычно Поскольку почтовый Идентификатор есть Всегда я могу его сообщить И можно сходить на почту И спросить Где направленная мне книга Есть Вот тоже Уже осталось По нескольку экземпляров Книжки Выпущенные в этом году Это Книга Национализм Тотальная борьба идей Сергей Пыхтин И ваш покорный слуга Это Публикации До 2011 года Они не потеряли Совершенно не потеряли Своей актуальности И Кто действительно изучает Русский национализм Тот Может купить Эту книгу 250 рублей И она вам будет отправлена По тому же принципу Этого тоже мы совместно С Сергеем Пыхтином В свое время написали Издал я только в этом году Книга Послесловия к мятежу В основном она посвящена 90-м годам Тех, кто Вообще хочет разобраться В том, что происходило Это довольно объемный том Такой Приличный И в общем Отправить его будет Довольно тяжело Тоже Я за него прошу 500 рублей Осталось буквально Несколько экземпляров Только тем, кто Действительно интересуется Историей Политической истории Нашей страны 90-х годов Все вот эти безобразия Даже здесь Вторая половина 90-х годов Многие фамилии Здесь известны Все сделано аккуратно Со ссылочками В скобочках Там указаны места Публикации Откуда берутся цифры И очень нелицеприятные Оценки В таком Жестком Публицистическом Жанре Многим фигурам Которые сохранились До сих пор Иногда В таком уже Престарелом виде Появляются На экранах Телевизоров И где-то там Еще копошатся За кулисами Ну типа Какого-нибудь Гавриила Попова Вот И остались у меня Тоже буквально По несколько экземпляров Ну уж Давно пылятся Эти книжки Тогда у меня Как-то Достаточно Большую часть Тиража Я получил В качестве Авторского Вознаграждения Это Книга Политическая Мифология Вот В таком виде Я уже Суперобложку Перестал Оборачивать Скромно По виду Ну это То что Связано С политической Психологией С политической Семантикой Политический Миф В целом Как он Формируется Можно посмотреть Насколько Теоретические Разработки Корреспондируются С тем Что происходит На наших Глазах Много Здесь Есть Отсылок К Классическим Работам По Психоанализу По Политологии По Философии Вот Такая Фундаментальная Работа В свое время Она была Основой Моей докторской Диссертации Вот Ну тоже Наверное Наверное 250 рублей За эту книжку Я думаю Я возьму И вот такая Толстенная Книжка Нации Государства Тоже у меня Осталось Несколько Экземпляров Готов тоже Отправить За 500 рублей Такая Увесистая Книжка Все то Что касается Теории Государства К сожалению Сейчас Государственная Власть Или то что Мы так Называем По привычке Вот эта шпана Которая проникла В органы власти Не заинтересована В подобных исследованиях Поэтому и публикации На эту тему Нет Если они есть То в каких-нибудь Паранаучных журналах Которые никто не читает Наука уже рассыпалась Но для людей Которые действительно Испытывают интерес К концепции Государства Как такового Эта книга Будет интересна Она тоже Уже довольно давно Издана Уже больше 10 лет прошло Но Вот эти авторские Экземпляры Они как будто Вчера напечатаны На такой Хорошей бумаге Даже приятно Взять в руки Посмотреть Все описано Ссылками Тут Сотни Ссылок Если я Как вот Положено По классической Классическим Правилам Научных публикаций Все Описано Ссылками Откуда что Берется Где какие Концепции Откуда цитаты Все Все это В таком Фундаментальном Виде Издано И Последнее Это Для тех Кто В удаленных Регионах Живет Но не можем Мы бесплатно Отправить Нет у нас Таких денег Спонсоров У нас нет Поэтому Вот документы Партии Великая Россия Тут на обороте Моя физиономия Документы Партии Великая Россия За 100 рублей Готовы вам Отправить В любую точку Нашего государства Есть программа Партии Разные концепции Экономической политики Национальной политики Формирование Современной Русской нации Русская Краткая история Партии Этический кодекс Основные термины Вот мы Уложили 104 страницы Так Очень плотно Плотный Концептуальный текст Надеемся Что В этой книжке Тоже Это не книжка Брошюрка Что Эта Брошюрка Тоже Будет Востребована По крайней мере Хотя и в программах У нас нет недостатка Но где вот эти программы Покажите эти программы Я показываю Вот эти программы У нас недостатка нет Если хочет кто-то еще Что-то написать Ради бога Мы не возражаем Пишите Но все-таки Главное для нас Это личности Которые уже Программы свои Имеют в голове И своей судьбой Показывают Что они гарантируют В случае Прихода к власти Реализацию Эти программ По крайней мере Они сделают все Чтобы эти программы Были реализованы Вот со своей стороны Я предъявляю Вот те программы Которые уже написаны Конечно Это концептуальные программы Они для государственной политики Требуют дальнейшей Уже практической Отработки В законодательстве В финансировании В каких-то институтах Которые все это будут проводить В действии Правительственных И региональных структур И так далее В общем-то Все есть Интеллект В том числе И я приобщился К этому делу Интеллект Поработал Все есть Люди Свою судьбу Ставили на кон Проигрывали Этой власти Потому что Не получали Достаточной поддержки От граждан Ну и от предпринимателей Которые могли бы Спонсировать Их деятельность К сожалению Этого не было Но тем не менее Люди готовы Вот они не спрыгнули Они не покорились Они не сдались Этой подлой власти И они достойны Того Чтобы эту власть Заместить Ими Этими фигурами Которые я представил Конечно Это не полный список Я думаю До сотни Будет вот этих Народных лидеров Уровня федерального И еще я думаю Что сотни лидеров Уровня регионального И местного И мы сделаем эту работу Если получим Достаточную поддержку Нам в том числе Нужна и финансовая поддержка Потому что Вся эта деятельность Снять зал Собрать Что-то напечатать Вести информационную работу Все это требует Финансов Поэтому мы ждем Тех Кто может выступать В качестве спонсоров Тех Кто Может быть Небольшие средства Будет присылать Но по крайней мере Это будет Реальная поддержка Не просто Бла-бла-бла Я поддерживаю Я согласен И так далее Но это Слова которые уносит ветер Ничего в них нет Только действия какие-то Если вы не можете Лично поучаствовать Во всем этом процессе Освобождение нашей Родины От оккупантов Ну хоть каким-то Самый простой способ Это прислать Свои 100 рублей 100 рублей не деньги Уже сейчас Копейки Но тем не менее Это все равно Будет некой формой участия Если вас это устраивает То на русские новости Вы когда присылаете Какие-то формы поддержки Вы пишете В соответствующей графе Перевода Вы пишете Русские новости Или там РН Если вам хочется поддержать Проект народные лидеры Напишите Народные лидеры Вот на народные лидеры На съем залов На печать материалов На распространение информации И так далее Они пойдут туда Я не надеюсь Что это будет Какой-то огромный поток Вот я призвал И люди сразу побежали Переводить какие-то деньги Ну хотя бы какие-то Чтобы мы имели Минимальные Хотя бы минимальные возможности Пока их Ну почти нет Мы надеемся Что они появятся В том числе И у каждого Из Вот этих народных лидеров Какие-то свои возможности есть Мы естественно Мы их сложим вместе Но важно Чтобы в этом участвовало Максимум людей Желательно Чтобы в этом участвовали Миллионы людей Но даже если хотя бы 1100 Мы уже будем Иметь все возможности О которых только мечтаем Как политические деятели Не о том Чтобы набить там себе карманы И разбежаться А сделать вот это дело По крайней мере Выйти на старт Дать реальный бой Вот этой мафии путинской И если будет на то Господня воля И народная воля Мы победим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok